Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. JP Morgan Chase, один из крупнейших существующих банков, объявил, что создает собственную монету. Эта криптовалюта станет первой поддерживаемой американским банком. Чтобы оценить возможности этой новой криптовалюты на рынке, достаточно взглянуть, что только активы этого финансового холдинга оцениваются в 2,5 трлн долларов. Ну привет, рыночная капитализация всех криптовалют. Теперь возникает логичный вопрос, а если вы держите XRP, стоит ли начинать беспокоиться? Поскольку технически и монета JPM, и XRP обслуживают одну целевую аудиторию. Как вы знаете, я не держу XRP. Но в то же время я не хочу, чтобы сегодняшнее видео стало прославлением этого цифрового актива. Я хочу по-настоящему честного обсуждения. Поэтому и ваше мнение должно присутствовать в комментариях. А в этом видео я поговорю о том, насколько JPM действительно может повлиять на будущее XRP, да и всей криптовалюты в целом. А в конце видео я хочу взглянуть на реакцию самих руководителей Ripple. Поехали. Ребята, я не самый умный парень на свете, поэтому если у вас есть какое-то свое понимание ситуации, я приветствую его в комментариях под видео. Пишите, не стесняйтесь, и пускай аудитория вашу точку зрения обсудит. Посмотрим, к чему мы придем. Давайте начнем с того, что такое монета JPM. На данный момент она находится в стадии тестирования, но тем не менее есть уже несколько способов ее применения. Первый способ самый очевидный. Это, конечно же, международные платежи для крупных корпоративных клиентов, которые в настоящее время проводят в таких сетях, как SWIFT. Это прямой конкурент Ripple. Второй способ. Это мгновенные операции с ценными бумагами. Очевидно, существующие задержки в транзакциях никого не устраивают, поэтому эта функция новой криптовалюты будет весьма кстати. И третий, последний вариант использования был предусмотрен для огромных корпораций, которые используют казначейские услуги JP Morgan. Кстати говоря, именно так планируют заменить доллары, которые они держат в дочерних компаниях по всему миру. Также не забывайте, что есть различия между XRP и JPM. Криптовалюта от финансового гиганта является стейблкоином. Таким образом, каждый токен JP Morgan привязан к одному доллару США. Что я могу сказать после изучения этой криптовалюты? Лично я вижу, что монета JPM является мега-централизованной. Да и вообще она построена на закрытом блокчейне. Грубо говоря, мы не имеем возможности проследить даже какую-то захудалую транзакцию. Инвестировать в эту крипту не получится. Да и в этом вообще нет смысла. Давайте поговорим о том, как это все работает. Обычно используемые криптовалюты это биткоин или эфириум, может быть какая-то еще. Эти криптовалюты обычно не обеспечены золотом, например. А их стоимость не постоянно, в отличие от JPM. Правда и JPM работает на закрытом блокчейне и предназначен только для институциональных клиентов. Что, наверное, в некотором смысле является минусом. И последнее, но не менее важное. Хотя обычные криптовалюты являются инвестиционными инструментами, этого нельзя сказать о JPM. Можно ли считать ее революцией в мире криптовалют? Сам генеральный директор Ripple раскритиковал эту несчастную монету. А основатель известного криптохедж фонда сказал, что проект JPM скорее эволюционный, чем революционный. Он использует частную разрешенную технологию блокчейна под названием Quorum. Проект явно конкурирует непосредственно с Ripple Labs и их централизованной криптовалютой XRP. Bloomberg же комментирует ситуацию следующим образом. Ripple сделала себе имя с большими амбициями по замене сети Swift, которая используется банками, частными лицами и предприятиями. В JPM Morgan он встречает конкурента, который ежедневно совершает платежи на сумму более 5 триллионов долларов. А это означает, что даже небольшой эксперимент этого банка может оказать большое влияние. Ребята, а знаете, что еще может оказать большое влияние на криптовалюту? Ваша покупка криптовалюты на моем мониторинге обменников exchange sumo.com. Потихоньку с вашей помощью проект развивается и видоизменяется, за что вам спасибо. Поэтому если есть какие-то советы по улучшению сервиса, пишите их в комментариях под видео. Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению. А ссылка на сервис будет в описании под видео, как обычно. У меня возникает вопрос. Если JP Morgan может это сделать, то может ли это сделать другой крупнейший банк или финансовая организация? Например, тот же Citigroup. Зачем им использовать чужую систему, если они могут просто создать свою собственную? Поэтому сейчас перед банками есть выбор, либо пользоваться Ripple, либо идти своим путем. Но что будет, если каждый банк начнет создавать свои токены? Это тоже достаточно интересный вопрос. Но я уверен в том, что один банк никогда не станет использовать токены другого. К примеру, Морган Стэнли уже предупредили, что не будут использовать JPM Coin. И это, скорее всего, не станет единственным исключением. Сам Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, сказал следующее. Как и предсказывалось, банки меняют свои настроения по поводу криптовалюты. Но даже спустя два года банковские монеты до сих пор не являются нужным ответом. Именно такие слова можно найти у него в Твиттере. Кстати говоря, в 2016 году Гарлингхаус написал статью против банковских монет. А значит, уже тогда он был настроен негативно по отношению к этим токенам. В этой статье он описал два возможных сценария развития событий. И один из них это создание банками собственных токенов. Но у меня возникает вопрос. Товарищи банкиры из JP Morgan, зачем вам собственный токен, если вы используете его внутри своей сети? Используйте доллар. Тем более, что ваш токен равняется ему. В чем вообще смысл? Кстати, первый сценарий Гарлингхауса был о захвате Ripple финансовой системы нашей планеты. Мы твердо верим, что банкам нужен независимый цифровой актив. Мы считаем, что XRP это лучший кандидат для этой роли. Именно так говорил Брэд в 2016 году. И кстати говоря, сейчас множество компаний, как ни странно, используют XRP. Достаточно посмотреть на эту инфографику. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Я знаю, какой вопрос вы хотите задать мне. Почему бы не инвестировать в XRP? Да потому что, ребята, во-первых, я бы не поддержал банковскую монету. А во-вторых, я думаю, что банки просто начнут создавать свои собственные токены, следуя за JP Morgan. Почему они должны использовать XRP, если могут создать свою собственную систему? Но это лишь мое мнение, которое может не совпадать с вашим. И уж тем более, не стоит воспринимать его как прогноз. Такие пироги, ребята, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Делитесь видео с друзьями. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!